Приветствую всех! С вами комментатор Олег Сломаха и это рубрика «Стратегические приемы». Рубрика, где вы не найдете красивые комбинации, а увидите интересные партии с точки зрения принятых в них позиционных решений, улучшите свое стратегическое понимание игры. Присаживайтесь поудобнее, сегодня у нас довольно-таки интересная тема, сегодня мы будем с вами изучать маневр Блеславского. Итак, позиция, которую вы видите на ваших экранах, возникла в Москве в 1969 году на чемпионате мира, где белыми играет Тигран Петросян, а черными играет Борис Спасский. И черные здесь пошли А5. Они выбрали неверный план и после БА ладья бьет А5, слон Ф5, ладья А6, как мы видим белые грозили уже ходом слон бьет Д7 выиграть пешку, поскольку конь защищает пешку на поле Б6 слабую. Ну и далее белые, как мы видим, я покажу в быстром темпе, поскольку это не имеет отношения к рассматриваемой теме, ну просто ради галочки, скажем так. Итак, ферзь Е7, слон Ф1, ну и дальше белые, как мы видим, напрочь захватили инициативу. У черных слабы пешки Б и С, черным пришлось вести нелегкую оборону, с которой они не справились, и Петросян победил на 50-м ходу. Ну, вернемся к данной позиции, и вот здесь как раз Болеславский проводил следующий маневр, то есть в чем заключается именно маневр Болеславского. В том, что слон и конь, в данном случае, как мы видим, слон на поле Ф6 и конь на поле Д7 меняются местами, в результате чего резко возрастает активность черных фигур. То есть в данном случае нужно было сыграть слон Е7, и далее слон переводится на поле Д6, конь с поля Д7 встает на поле Ф6, и дальше конь может поскакать на поле Е4. Активность черных фигур здесь резко увеличивалась, и шансы сторон были бы примерно равны. Ну а теперь, соответственно, когда мы с вами знаем, о чем идет речь, мы с вами посмотрим несколько примеров. Сначала вообще рассмотрим общую схему. Как мы видим, характерный маневр Болеславского в основном применяется в карлсбасском пешечном построении. Мы видим, что сейчас у нас на доске карлсбасская пешечная структура, то есть когда у белых пешки стоят на поле Ф2, Е3, Д4, ну а у черных, соответственно, пешки стоят на поле Д5, С6, ну и в конкретном случае видим, что стоит пешка на поле Б6. Но это уже такой план выбрали черные. Все это карлсбасская пешечная структура. Планы сторон, как мы знаем, здесь у белых это в основном атака пешечного меньшинства, прорыв в центре или другие планы. Кто хочет поподробнее изучить, то отсылаю вас к своей рубрике «Таинственный Карлсбад», где как раз я рассказываю про планы сторон в карлсбасской пешечной структуре. Ну а в данной теоретической позиции, конечно же, черные здесь должны играть слон Е7, поскольку слону на поле Ф6 делать нечего. Например, белый играет рокировка, тогда конь Ф6, и далее, вот как я нарисовал стрелочками, слон идет на поле Д6, водя идет на поле Е8, и черный конь идет на поле Е4. В данном случае черные получают равную игру. Ну что ж, схема ясна, я думаю, что объяснил два раза, и теперь, соответственно, рассмотрим интересные примеры. Итак, 1978 год, Тбилиси, белыми играет Михаил Таль, а черными играет Ефим Геллер. На доске у нас с перестановкой ходов возник ферзевый гамбит, который сейчас плавно пересечет в карлсбас. Итак, Е3, рокировка, конь Ф3, А6, слон бьет Ф6, слон бьет Ф6, водя Ц1. Ну, здесь вот мы видим, что белые ставят водю не на поле Б1, а на поле Ц1. Ц6, слон Д3, конь Д7, ЦД, ЕД. Ну и вот здесь вот мы видим, что как раз возник тот самый карлсбас. Белые играют Б4, проводя атаку пешечного меньшинства. И вот здесь как раз искусство позиционной игры в том и состоит, что в шахматах нет стереотипов. Все мы знаем, что с детства нас учат, что фигуры не должны дважды ходить в дебюте, что должны мы развиваться и так далее. Но шахматы это очень конкретная игра. И в данном случае отступление слона, вот эта самая рокировка слона и коня, она более чем оправдана. Поскольку позиция заперта и потеря темпа за черных, она несущественна. А самое главное здесь за черных это обрести фигурное взаимодействие, ну или фигурную активность. Называйте как хотите. Итак, после Б4 слон Е7, Б5, белые проводят свой план. Ну и вот здесь черные просто блестяще воспользовались еще одним стратегическим приемом, который мы с вами рассматривали в самом первом выпуске, а именно исчезающий ход. Давайте как раз мы с вами его еще и покажем. Итак, здесь конечно же можно было сыграть кони Ф6, но после БС-БС пешка на поле С6, конечно же, доставляла черным хлопоты. Она была слабая и белые бы играли на эту самую слабость. Более того, у белых была возможность сыграть ферзь Б3. Так вот, черные здесь играют очень точно, они играют сначала слон А3, прогоняя ладью. Ладья очень хорошо расположена на поле С1, на линии С конкретно, она давит, оказывает давление по вот этой самой вертикали С. Поэтому ладья С2. Белые, конечно же, не намерены менять свой план и переводить ладью куда-то еще. И вот теперь, когда слон, можно так сказать, сделал свое дело, слону на поле А3 делать нечего, теперь только он переводится на поле Д6. И посмотрите, вроде бы ничего на самом деле не изменилось, но на самом деле изменилось очень многое. Теперь у белых нету активного хода ферзь Б3. Ладья на поле С2, как мы видим, мешает пойти сюда ферзю, где ферзь расположен очень активно и в основном как раз оказывает давление на ферзьевый фланг. Поэтому белые заканчивают развитие, рокировка, конь Ф6, БС, БС, конь А4, конь Е4, конь Е5, ферзь Е8. Таким вот путем черные защищают пешку, теперь выясняется, что брать на С6 плохо. Например, если сыграть ладья бьет С6, то просто получишь слон Д7. И, как говорится, что собственно делать? Слон на поле Д6 защищен конем с поля Е4, ну а конь на поле А4, как мы видим, атакован и слоном, и ферзем с поля Е8. Поэтому вот таким косвенным путем временно черные защищают пешку. Был сыгран Ф3, С5, контрудар, как мы видим, теперь ферзь с поля Е8 нападает на коня на поле А4. И опять смотрите, какой гениальный ход был у Ефима Геллера. Снова, как мы видим, ладья на поле С2, оказывается не при делах. Конь на поле А4 оказывается атакованным. ФЕ, СД, конь Ж4, ДЕ, слон С4, слон бьет Ж4, ферзь бьет Ж4, ферзь бьет А4. И, как мы видим, на доске практически у нас все фигуры исчезли. После ладья бьет Ф7, ладья бьет Ф7, слон бьет Ф7, король бьет Ф7, ферзь Ф5 шах, король Е7, ферзь бьет Е4 шах, король Д7, ферзь Б7 шах, король Е6. Белые специально пошли на этот вариант, то есть где у них не хватает фигуры, но они четко рассчитали, что у них есть вечный шах. И, собственно, Михаил Таль, мастер атаки, этот самый вечный шах и объявляет. Ферзь Е4 шах, король Д7, и у белых нет иного способа усилить позицию, как просто-напросто продолжать объявлять вечный шах по полям Б7 и Е4. И вот таким вот образом завершилась эта партия на 28 ходу ничью. Напоследок рассмотрим еще один пример, 1989 год, белым играет Кевин Спрагетт, а черным играет Ян Эльвест. С4, конь Ф6, Б3, Е6, конь Ф3, Д5, слон Б2, А5, на доске у нас английское начало, Е3, А4, БА, конь Д7, конь С3, слон Е7, ферзь С2, рокировка, Д4. И вот здесь, опять же, черные применяют тот самый маневр Болиславского. Как мы видим, слон на поле Е7 расположен довольно-таки неуклюже. План черных, как мы знаем, перевести слона на поле Д6, но пока это невозможно, ввиду того, что белые могут заткнуть ходом С5. Поэтому черные поступают хитрее. Они сначала ставят слона на поле Б4, угрожает теперь конь Е4, так как ходом Д4 мы видим, что белые лишили себя возможности пойти пешкой на поле Д3. И после СД, ЕД, слон Д3, как мы видим, пока белые временно препятствуют появлению коня на поле Е4, но ладя Е8, подкрепляемся. Рокировка, С6. Ну, как мы видим, почти похоже на карлсбадскую пешечную структуру, но в данном случае это английское начало. Мы видим, что вот эти вот сдвоенные пешки на линии А и расположение фигур, конечно же, это уже у нас не карлсбад. Но структура очень даже похожа. Итак, было сыграно А3, и здесь черные довольно-таки внимательно. Понятное дело, что слон располагается на поле Д6 в этом самом маневре Болиславского, а конь идет на поле Е4. Но в данном случае черные сыграли слон А5, поскольку слон Д6, такое вот, можно так сказать, слепое следование вот этому проведению стратегического приема, она отталкивалась на неприятный ход Е4, и здесь белые на самом деле сразу же захватывали инициативу, потому что угрожает просто-напросто вилка. Поэтому черные пока препятствуют этому ходу, отступают, играют слон А5. Теперь Е4 невозможно, потому что мы сначала съедим на С3, и потом съедим пешку на поле Е4. И здесь белые сыграли ладья Б1. Последовал ферзь Е7, то есть теперь уже черные точно препятствуют ходу Е4, и дальше белые уже начали плыть. Они сыграли конь Е2, переводя коня куда-то через поле Ж3 на поле Ф5. Вот такой вот план, значит, хотят здесь сделать белые. Но ходом конь Е4, как мы видим, черные, во-первых, воспрепятствовали появлению коня на поле Ж3, ну а во-вторых, провели свой план. Конь Ж3, слон С7, все, слон ушел, не на поле Д6, конечно же, но на ту же диагональ, и оказывает неприятельское воздействие на белые фигуры. Ладья Е1, конь Б6, А5, ладья бьет А5, конь Д2, конь А4, слон бьет Е4, ДЕ, конь бьет Е4, как мы видим, белые отыграли пешки. Но после Х5, Ф3, Х4, конь Ф1, белые фигуры оказались отброшены, и после конь бьет Б2, ферзь бьет Б2, получилась у нас позиция, где у белых два коня, а у черных два слона. Как мы знаем, два слона, преимущество двух слонов является преимуществом только тогда, когда у нас пешечные цепи не заперты. Ну и здесь мы видим, что позиция открытая, поэтому преимущество двух слонов над конями, конечно же, рано или поздно скажется. Ну и дальше, как мы видим, происходили вот такие вот события, белые пытались наседать, черные пока терпеливо обороняются, но фактор двух слонов, он никуда не исчезает. То есть черные, как мы видим, ловко перегруппировали свои фигуры, уже угрожает слон бьет А3, первая угроза, король Ф1, слон Х2, слоны начинают заезжать, обороняться становится довольно-таки проблематично. Более того, вот ходом ферзь А3 белые снизили, можно так сказать, активность черных, то есть атака теперь уже не проходит. Но вот это самый фактор, то что здесь у черных две пешки против одной пешки на поле Д4, и возможность образования проходной по линии С диктует как раз позицию в пользу черных. И дальше после Ф5, конь С3, слон Д6, ладья А7, слон Б4, конь Б1, как мы видим, фигуры белых оказались резко отброшены, С5, образуется проходная пешка. Ну и дальше, черные очень ловко играли, смотрите, кони белых полностью стреножены, черным фигурам, значит, вернее белым фигурам практически нечем дышать. Ну и, соответственно, борьба уже была недолгой, потому что здесь мы видим, что действительно два слона стреляют просто вовсю. Итак, Е5, слон Д5, конь Е4, ну и вот здесь, конечно же, конь пришел на поле Е4, и преимущество двух слонов, как я уже еще раз повторюсь, всегда состоит в том, что одного из слонов всегда можно поменять. В данном случае, конь на поле Е4 стал сильной фигурой, слон Б4, ДЕ, ладья Ж3, ну и вот этот конь, как говорится, смотрите, он вообще не имеет ни одного хода. То есть, на поле А3 он пойти не может, ладья с поля А3 контролирует, на поле Д2 он тоже пойти не может, ну а, соответственно, черные сейчас просто-напросто приведут в движение свою пешку. Конечно же, не сразу, потому что надо еще вот отгрызть опасные проходные у белых. И после ладья Д7, Ф3, вот такой вот прорыв, ЖФ, ладья бьет Ф3, король Е2, ладья бьет Х3, Е6, король Ж6, выясняется, что пешки никуда не идут, на Е7 просто последует король Ф7. Такая вот экономия малыми силами, и после Е5, ладья Х1, ну, белые сдались, потому что они теряют этого самого коня, коню некуда ходить, а пешки, как я уже повторюсь, никуда не идут. На Е7 следует просто ход король Ф7. И на, соответственно, Е6, например, шах, просто играем король Е8. Собственно, все. Как мы видим, белые фигуры приплыли, контратаки нет никакой, поэтому им остается только сдаться. Ну что ж, в сегодняшнем видео уроке мы с вами разобрали такую интересную тему, как маневр Болиславского. И давайте, соответственно, для закрепления повторим, в чем он заключается. Итак, маневр Болиславского заключается в том, что черные путем перегруппировки фигур, конкретно, например, слона с конем, обретают фигурное взаимодействие. В данном случае мы видим, что конь на поле Д7 фактически никого не атакует, никакие поля он не воздействует. И слон на поле Ф6 точно так же упирается в пешку на поле Д4. И вот путем вот такой вот рокировочки, слон Е7, рокировка конь Ф6, фигурное взаимодействие черных резко возрастает. Конь идет на поле Е4, где расположен великолепно слон на поле Д6, контролирует диагональ Б8, значит, H2 с атакой какой-то возможной на белого короля. Ну и ладя, соответственно, с поля Е8 поддерживает нашу коняшку на поле Е4. Если видео было вам интересно, то поставьте ему много лайков, подпишитесь на канал, не забудьте поставить уведомление, то есть нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выпуски новых серий, рубрики «Стратегические приемы», а также других многочисленных рубрик на моем канале. Ну а на сегодня это все, с вами был комментатор Олег Саламаха, всем спасибо, всем пока, играйте в шахматы. Субтитры подогнал «Симон»!